Всем привет! Вы смотрите канал Russian with Dasha, канал для тех, кто изучает русский как иностранный. Ребята, спасибо, что вы со мной, спасибо, что подписываетесь на канал, не забывайте об этом. В этом видео я вам покажу Мариинский театр и Эрмитажный театр. Ко мне из Новосибирска приехали родители, и я их вожу по моим любимым местам. Привет, мама! Привет! Моя мама приехала ко мне на две недели в Санкт-Петербург, и сегодня мы идём на оперу Мадам Баттерфляй в Мариинский театр. Мама, скажи, пожалуйста, ты уже была на опере? Нет, я первый раз иду слушать оперу, и так удачно, что это оказалась Мадам Баттерфляй, о которой я очень много слышала и хотела давно сходить. Опера идёт 3 часа 20 минут с двумя антрактами. Мадам Баттерфляй — опера, которую написал Пучини. Это опера о любви японской гейши Чио-Чио-Сан и американского лейтенанта Пинкертона. Мы уже сходили в кафе, съели по пасте с креветками и выпили немного пиногриджу, поэтому у нас приподнятое настроение. Мне повезло, мама с детства водила меня в театр. Как вы знаете, я из Новосибирска, и в Новосибирске находится театр оперы и балета. Сейчас он называется «Новат». И мы ходили туда с моим классом, а также ходили в театр «Глобус» и «Красный факел». В театре «Глобус», мне кажется, были самые классные детские спектакли. Какой спектакль тебе запомнился больше всего? Мне очень понравилась сказка «Золушка». Вот именно в постановке «Новата», куда мы ходили с Дашей. Да, я вообще не помню этого. Но сейчас ты также ходишь в театр со своей внучкой, да? Да, с внучкой. Как ты думаешь, важно прививать детям любовь к искусству, любовь к театру? Я думаю, что это очень важно для того, чтобы дети приобщались к русской культуре и к культуре других народов, вот именно смотря спектакли, слушая музыку. Смотрите, передо мной старое здание Мариинского театра. «Маркетра» 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 АПЛОДИСМЕНТЫ А за ним новая Мариинка, Мариинский 2. А если пройти вот туда, там будет концертный зал Мариинского театра. Мы туда недавно ходили слушать Рахманинова. Как одеваться, если вы идёте в театр в России? И желательно надеть что-то в классическом стиле, например, брючный костюм или платье, юбку. Но можно также надеть джинсы и рубашку. В принципе, сейчас многие ходят в театр в тёмных джинсах, в повседневном платье. В прошлом году я была в Парме на фестивале Джузеппе Верди и смотрела оперу «Сила судьбы». И так как это было в сентябре, было ещё жарко, я купила себе платье очень красивого изумрудного цвета. Я вам покажу фотографии на экране. Смотрите, какой красивый канал. Но платье было коротковато. Так как это была премьера, возле театра была полиция, журналисты. И я почувствовала себя немного некомфортно, потому что я была, можно сказать, с голыми ногами. А у всех женщин были платья в пол. Так что имейте в виду, лучше надевать юбки и платья чуть ниже колена. Стена из Оникса, насколько я понимаю. Проходим в зал. Здесь очень хороший звук, отличная акустика. Мам, давай не будем сейчас садиться ещё рано. Открою вам секрет. Если вы не хотите стоять в очереди в буфете во время антракта, вы можете прийти сюда заранее и оплатить свой заказ. И за вами забронируют стол. И во время антракта вы просто придёте сюда, и вас будет ждать готовый кофе, шампанское, бутерброды или вкусные эклеры. Ну что, был дан второй звонок. Я пойду вниз искать свои места. Кстати, вы можете взять в гардеробе театральный бинокль. Но, как вы видите, мужчина пришёл со своим биноклем. Решил, зачем платить дважды, если можно прийти со своим. Сейчас покажу вам оркестровую яму. Не буду долго снимать музыкантов, которые готовятся, но одним глазком подсмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Привет, мама! Привет! Куда мы сейчас идём? Что мы будем смотреть? Мы идём в Эрмитажный театр и будем смотреть балет «Ромео и Джульетта». И мы сейчас на Дворцовой площади. Здесь очень красиво сегодня, великолепный закат. Мы уже посмотрели оперу «Мадам Баттерфляй». Мам, скажи, пожалуйста, как тебе опера? Ну, опера на меня произвела неизгладимое впечатление. Мне очень понравилась музыка, вокал исполнителей и несравненные какие-то отворожительные были декорации. Настолько всё гармонично было, что я вышла с ощущением вау. Да, да, мне тоже невероятно понравилась постановка. Декорации действительно очень классные. Если вы будете в Петербурге, обязательно сходите в Мариинский театр на оперу «Мадам Баттерфляй». Мы уже показали вам Мариинский. И сейчас направимся в зал Эрмитажного театра. А пока давайте насладимся атмосферой Дворцовой площади. Песня «Мадам Баттерфляй» 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 Песня «Мадам Баттерфляй»